Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Это прямой эфир программы Город Эсс. Ну а тема сегодняшняя наша такая, как определить собственникам жилья, какие виды работ запланированы управляющей компанией, что входит в сезонное содержание придомовой территории и что делать, если управляющая компания не реагирует на обращение жильцов. Вот как выбрать добросовестную управляющую компанию. Ну и все новости в асфере ЖКХ. Я сегодня буду обсуждать с гостем студии Виктор Иванович Часовских, руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль». Здравствуйте, Виктор Иванович. Добрый вечер. Да, я еще хочу акцентировать, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, это телефон студии. Уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы, делитесь проблемами своими в сфере ЖКХ. Виктор Иванович, как всегда, компетентно ответит на все ваши вопросы, ну и, конечно, поможет, куда обратиться. И если проблема действительно такая серьезная, обязательно перенаправим. Итак, начинаем наш эфир. Виктор Иванович, начнем с новостей ЖКХ. Есть о чем рассказать сейчас с жителем, что нас ждет вот конец года, ну и потом поговорим о начале следующего. Ну, давайте так, я начну с того, какие законопроекты сейчас рассматриваются в Государственной Думе, касающиеся сферы ЖКХ и нас как собственников в первую очередь. Ну, первое, это проведение общих собраний собственников в виде конференции. Это, кстати, наша инициатива, Самарская, мы давали ее, а наконец-то она доходит до логического завершения. Должна быть принята и вступает уже со следующего года в силу. То есть это касается больших домов, потому что собственники не соберутся. Поэтому на лестничной площадке выбирают одного представителя, и вот эти представители, делегаты будут принимать решения по всем вопросам. Это гораздо проще провести общее собрание. В виде видеоконференции? Нет, нет, нет. Просто конференция, очная конференция, но там будут присутствовать не собственники, а делегаты. Все ясно. Второе, сейчас рассматривается вопрос об отмене комиссии за оплату ЖКХ. Значит, насколько это будет решено, не готов сказать, потому что ресурсники согласны с этим, банки против выступают. Но я думаю, все-таки депутаты примут. Мы сегодня идем в банк, оплачиваем за жилищно-коммунальные услуги. И у нас комиссия. Почему? Раньше мы не платили комиссию, потому что ресурсоснабжающие организации заключали договоры с банками и оплачивали эту комиссию сами ресурсоснабжающие организации. Сейчас это некоторое время назад переложили на жителей. Дело в том, что вот эта комиссия, можно было ее включать в тариф. И для них это было безразлично. Они заключали договоры, эту сумму включали в тариф, и мы оплачивали ее. Вроде бы, казалось бы, бесплатно, но все равно в тарифе эти копейки... Ну, по крайней мере, в глаза не бросалась комиссия за... Да, да. Но эта комиссия в тарифе была. Поэтому сейчас принимается решение, что вообще отказаться от этой комиссии, если прогнут банки, извините за такое слово, да, и они согласятся на это, то тогда мы не будем платить вот эту комиссию. И ресурсники не будут платить. Дальше. Следующая инициатива касается Совета Дома. Значит, предлагается председателю Совета Дома выступать и заходить в суд по решению общего собрания, либо по доверенности, которые собственники ему дают. То есть, от имени всех собственников. Либо протокол, где ему поручают это дело, либо доверенности. Но я думаю, протокол будет этого достаточно. Это самый оптимальный вариант. Давайте уточним, доверенность нотариальная. Да, конечно, нотариальная, да. Поэтому здесь, если пройдет этот пункт, то проводится общее собрание, принимается решение поручить, допустим, председателю Совета Дома такому-такому от имени собственников дома обратиться с иском в суд. И все. И достаточно будет этого решения. Поэтому это хорошая инициатива. Да, я с вами соглашусь. А как сейчас, Виктор Иванович? А сейчас нет. Для того, чтобы председатель мог обратиться в суд, значит, ему нужна доверенность от всех собственников или от большинства собственников. Поэтому это достаточно сложный процесс. Тяжеловат, конечно, да, хлопотно. Значит, еще одно новшество, которое рассматривается сейчас, касается вопросов перепланировки и переустройства. То есть, если кто-то, да, жилых и нежилых помещений, неважно, если кто-то сделал перепланировку или переустройство, то после того, как все это сделало, он обязан теперь сообщить эту информацию в орган местного самоправления. Раньше этого не было. То есть, не обязательно было сообщать? Да, не обязательно было, потому что, ну, та структура, которая разрешала делать эту перепланировку, она принимала по акту это помещение, и все на этом заканчивалось. А у нас, кстати, очень много таких помещений, где перепланировка и переустройство сделаны вообще без всяких разрешений. Ну, собственники так утверждают. А сейчас орган местного самоправления будет смотреть за этим. Здесь то и дело. То есть, он уже будет следить за этим, что сделано и как сделано. Дальше. В 2024 год отменены плановые проверки управляющих организаций в том числе. То есть, как это было и раньше. И, наконец, рассматривается вопрос о том, чтобы вот эта ставка содержания, которую мы ежегодно определяем, она была трехкомпонентная, будем так называть. Это эконом, комфорт и премиум. То есть, набор услуг будет разным. Если мы хотим минимально платить за содержание, это будет эконом. Премиум. Среднее – это будет комфорт. А если мы хотим что-то очень хорошее и чаще выполнять, то это будет премиум. Так эти все виды работ должны прописываться в каждом из пакетов услуг, если говорить современным языком. Они будут прописаны как раз, что входит в этот состав, в этот набор. И люди уже могут принимать решение. А что же, какой вид услуг принимать? То есть, на сегодня нет такого. Мы можем выбирать из того перечня, которое 290-е постановление определило, перечень основных работ и услуг. Из этого перечня. Но там должно быть все. А вот теперь здесь разграничено. Вот это вот обязательно, а вот эти дополнительные. А что входит в перечень обязательных услуг по содержанию дома, Виктор Иванович? Ну, там достаточно большой. Ну, основные. Ну, это касается, во-первых, содержания инженерных инфраструктур. Всех сетей. Это касается работы по ремонту кровли, по ремонту фундамента, по ремонту фасада. И все это расписано, какие виды работ нужно проводить. Ну, основное, конечно, вот для меня, по крайней мере, и для многих, это вентканалы. Вентканалы, проверка вентканалов. Вот мы порой недооцениваем это, а это очень чревато последствиями для тех, особенно, помещений, где пользуются газом. Ну, конечно. Это смертельно. Это в первую очередь безопасность, конечно, для жителей. Это смертельно, это безопасность. Виктор Иванович, я проанонсирую, что мы работаем в прямом эфире телефоном студии 202-11-22. Да, звонивайтесь. Пожалуйста, обращайтесь с вашими вопросами, с вашими проблемами. Разумеется, в рамках нашей темы, тема ЖКХ и Виктора Ивановича Савских сегодня специально в прямом эфире, чтобы ответить на ваши вопросы. Виктор Иванович, ну вот по поводу содержания. Понятно же, чем моложе дом, тем меньше статья содержания, а чем старше, тем проблем больше. Ну, с одной стороны, это так, а с другой стороны, в принципе, надо быть готовым, что дом стареет. И позже придется то же самое выполнять работы. Все равно деньги надо собирать, надо копить. Но, с другой стороны, понятно, они обесцениваются. Да, лучше сегодня вложить эти средства, отремонтировать, довести до ума, чтобы потом не тратить большее количество средств. И это будет обходиться дороже. Да, лучше профилактика, чем лечение непосредственного заболевания. Как и в организме. Да. Хорошо. В декабре, да, вот как раз жители будут говорить по поводу тех видов работ, которые будут запланированы на доме и согласовываются с управляющей компанией. Вот какие здесь нюансы нужно знать и жителям, и управляющей компанией, Виктор Иванович? Ну, смотрите, декабрь – это месяц тогда, когда собственники должны определять и заказывать виды работы управляющей компании на 2024 год. Решение может быть принято общим собранием собственников, но это достаточно сложно. Поэтому мы рекомендуем всегда общему собранию собственников принять решение и делегировать эти полномочия Совету Дома. И Совет Дома совместно с управляющей компанией уже определит те виды работ, которые нужны в 2024 году. Спасибо. А у нас есть первый дозвонившийся. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. И очень внимательно слушаем ваш вопрос. Говорите. Да. Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас по-другому или кто-то соглашается быть полиспредитателем? Вот уже несколько лет этого есть полиспредитателя. Как будет нам? Какой вопрос интересный. Спасибо большое. Если смотреть с точки зрения жилищного кодекса, то там написано, что если не избран Совет Дома, то тогда орган местного самоуправления обязан в течение трех месяцев провести общее собрание собственников и принять одно из решений. либо выбрать Совет Дома, либо изменить способ управления домом. То есть создать ТСЖ. Ну, понятно, что если у вас на Совет Дома никого нет, то у нас ТСЖ тем более не будет. Это такая ситуация, которую, в принципе, решать надо самим собственником. Здесь никто не поможет вам. Если вы хотите жить так, как живете сейчас, может быть, хорошо вам живется. Да, я не знаю. Но лучше, конечно, иметь Совет Дома, иметь председателя. Ну, здесь уже никак не заставишь собственника что-то делать. А вот, кстати, обязанности председателя, они прописаны вот где-то законодательно? Конечно. Да, прописаны. А вот давайте-ка мы их назовем. Жилищный кодекс Российской Федерации. Статья 161.1. Совет многоквартирного дома. И там написаны функции этого Совета Дома. Дальше идет пункт, который касается функции председателя Совета Дома. Первое, что он выполняет решение общего собрания собственников. Действует от имени собственников. И так далее, и тому подобное. Там все четко прописано, что он может, в том числе, вот то, о чем мы говорили, подавать обращение, исковые заявления в суд. Это тоже имеет право. Но это здесь, опять же, юридическая грамотность нужна, но хотя бы минимальная. Вот почему люди не соглашаются? Ведь я уверена, в каждом доме живут достаточно активные жители, которые могут... Я скажу больше, председатель Совета Дома может получать вознаграждение. Да. За свою работу. Правда, сейчас вот мы боремся над тем, чтобы... Это в ТСЖ, Виктор Иванович. Нет. В Совет Дома. В Совет Дома также. Именно в Совет Дома. То есть, собственники могут принять решение. Мы хотим выплачивать председателю Совета Дома вознаграждение. Он его будет получать ежемесячно, исходя, допустим, из 1 рубль с квадратного метра. И за счет наших взносов. Хорошо, продолжим. И ответим на вопрос телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Да, да. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый. Перешли на управляющую компанию. Пришел счет. Содержание жилья более-менее понятно. Текущий ремонт стоит почти как капитальный. Что входит в текущий ремонт, ремонт и почему он так столько стоит? А скажите, какие у вас суммы в квитанции? 777. Текущий ремонт, да? 777. Да, да, да. И что тут так входит? Дом у нас не старый. Значит, смотрите. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Вот есть ставка содержания. Это жилищная услуга. Она не регулируется государством. Это жилищная услуга. Еще раз повторю. Она не регулируется государством. Ее определяет общее собрание собственников. То есть по предложению управляющей компании. Вот я начал с того, что в декабре месяц, вот начнется скоро декабрь месяц, вы должны провести общее собрание собственников и принять решение по поводу ставки содержания. Ставка содержания включает в себя содержание и текущий ремонт. Содержание – это все те работы, которые управляющая компания выполняет посредством заключения договора со сторонними организациями. Лифты, приборы учета, мыши, крысы и так далее, и так далее. То есть заключает договор со сторонними организациями. И эти деньги напрямую отправляются этими сторонними организациями. А вот текущий ремонт – это деньги, которые управляющая компания должна использовать для текущего ремонта своего дома. Это замена, допустим, частичный ремонт кровли, замена каких-то погонных метров трубы, холодной, горячей воды, отопления, замена задвижек и так далее и тому подобное. То есть мелкий ремонт на доме. Виктор Иванович, у нас есть еще один звонок, но давайте здесь завершим. А как же людям понять, какую ставку выбрать? Значит, они должны сами определять. Эта ставка, вот ставка содержания, да, как вам сказать, она выбирается, принимается, вернее, да, по предложению управляющей компании. Управляющая компания говорит, уважаемые, в 2024 году вам надо сделать текущий ремонт кровли. Там квартиры такие, 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 заявки есть, да, фасад утеплить где-то надо, заменить надо столько-то погонных метров холодного снабжения, отопления, заменить задвижки в подвале столько-то, столько. Это будет стоить, допустим, 800 тысяч, да, 800 тысяч делится на 12 месяцев, делится на площадь жилых и нежилых помещений дома. Это формула вы сейчас рассказываете. И получается, сколько мы должны ежемесячно платить с одного квадратного метра. То есть, соответственно, каждый год эта ставка регулируется, она может меняться. Если мы не проводим общее собрание, она остается прежней. Я думаю, что здесь все понятно, уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляются телефоны ЖКХ-контроль, вы возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. И я думаю, что вот в течение рабочего времени можно уточнить и вопрос такого характера. А мы слушаем очередного дозвонившегося к нам уважаемого телезрителя. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, алло. Здравствуйте. 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 Да, ваш вопрос. Призывает Багагарина 65. У нас была управляющая компания БАРС. Потом у нас в ноябре месяце какая-то непонятная организация ЖКХ отобрала у БАРСа без нашего собрания. И теперь сейчас будут приходить келетанцы. Что нам делать? Оплачивать или нет? Мы обратились в прокуратуру. По поводу незаконного нас... Законопередачи. Забрать, чтобы... Что нам делать? Значит, смотрите, давайте объясню. Спасибо. Спасибо, да. Первое, что смена управляющей компанией может происходить только по решению общего собрания собственников. Виктор Иванович, данность, вот женщина сказала... Давайте так, я еще расскажу. По закону-то все понятно. Я много сталкивался с такими вопросами. Порой люди не знают, что такое собрание было. Порой это поддельные протоколы приносят государственную жилищную инспекцию. Якобы собственники провели такое общее собрание. Для того, чтобы вот сейчас такая ситуация произошла, да, что делать? Первое, надо посмотреть в реестре, какой управляющей компании находится ваш дом. Если сами это не можете сделать, вот телефон 260-37-19, да, это наш телефон ЖКХ-контроль, с 10 до 16 можно звонить. Значит, вам помогут, скажут, в какой управляющей компании закреплен ваш дом. И платить нужно только той компании, у которой ваш дом находится в реестре. Если придут две квитанции, вы не знаете, кому платить. Лучше позвоните, мы вам скажем, что ваш дом находится в реестре такой-то компании, платить по этой квитанции. Значит, что сейчас... И, соответственно, оповестить всех жильцов, да, Виктор Иванович? Что сейчас нужно делать? Первое, если вы считаете, что общего собрания не было, то вы должны, первое, обжаловать протокол, который представлен в Государственную жилищную инспекцию. Его обжаловать можно двумя способами. Первое, либо вы сами подаете в суд, либо вы пишете заявление в Государственную жилищную инспекцию, что мы, собственники дома такого-то, заявляем, что общего собрания по смене управляющей компании не проходило, такого-то числа не проводилось. Подпись «Собственник квартиры такая-то, такой-то, такая-то, такой-то» и указать квадратные метры площади квартир. ГЖИ на основании... Это все должны подписаться жители, Виктор Иванович? Чем больше, тем лучше. ГЖИ на основании вот этого заявления считает площади тех людей, которые говорят, что не было собрания. И берут протокол, и от того кворума, который есть... А там тоже, по идее, должны быть прописаны именные фамилии, площади, да? Да, да, там написано, допустим, решение принято 52% собственников проголосовал за смену управляющей компании. Вот они смотрят, отнимают вот эти квадратные метры, и если там становится не 52%, а 49%, то уже собрание нелегитимно. Ясно. А такой протокол в ГЖИ есть? Да. Все протоколы по смене управляющей компании есть в ГЖИ. Первый экземпляр, подлинник, находится в Государственной жилищной инспекции. Ясно, спасибо большое. И они выбирают это и смотрят. Если нет кворума, они подают сами в суд на признание этого собрания недействительного. То есть, пока не выяснится, какой управляющей компании принадлежит данный конкретный дом и адрес, платить под кредитом не стоит. То есть, вам нужно обязательно заняться вот то, что сейчас сказал Виктор Иванович, сравнить протокол, обратиться в первую очередь в ГЖИ, делегировать. Да, ну для начала позвоните, вот ЖКК «Контроль», вам скажут, какая компания сейчас управляет вашим домом, кому платить первое. Да, спасибо. Есть следующий звонок, очень отрадно слышать вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, не слышу. Вы понимаете, вас очень плохо слышно. Давайте вы погромче и подальше от телевизора, пожалуйста, отойдите. Подальше от экрана и почетче нам, пожалуйста, ваш вопрос. Да, сейчас так, наверное, лучше будет. Да, лучше, да, да. Значит, песня у Людмилы Константиновны. Дом 240-Б по улице Советской Армии. Это же в Ловске и Жоле. Пять лет ведется борьба между председателем Небайкиной, Мариной Евгеньевной, и жителями неведенной в эксплуатацию части дома. Значит, так фактически отключается от всего. Было так, что она нас не обслуживала, мы через суд вернули обслуживание. Вот в июле 23-го года мы провели общее собрание членов ЦСЖ для всего дома с 1 по 10 подъезд. И в данной части дистанция. В результате, значит, она сумела по отдельным документам перерегистрировать запись в ревью. Ну, в реестре. Вернулась к власти. На сегодняшний день дом фактически без отопления. Котельный. Работают всего два котла из четырех на два дома. Потому что котельный отапливает 240-й дом по улице Советской Армии и 240-б. Люди жалуются. Ну, это как раз вот тоже все было. Да, да, о чем мы говорили. Но, значит, результатов никаких нет. Значит, никто не хочет работать. Скажите, пожалуйста, вы в каких... Мы вас поняли, мы поняли вас. Скажите, в какие инстанции обращались? Есть ли какие-то ответы, уже реакция на вашу проблему? Обращались мы, естественно, и в администрацию Октябрьского района. Они знают ситуацию, но они не могут у нее никак, ни каким образом воздействовать. Они говорят, что у нас нет рычагов воздействия на нее. Позвольте так. Мы ходили в суд, и где мы только не были. Людмила Константиновна, я в курсе этой ситуации. Да, я знаю, встречался с жителями и встречался с председателем ТСЖ. На мой взгляд, решение проблемы в одном. Надо разделять адреса, и надо вот это вот два дома создавать. Не один дом по одному адресу, а два дома. Потому что вот насколько мы разбирались, и с этой котельной проблемы были, да, и вообще по обслуживанию вот вашей секции, второй секции тоже проблемы были. Но давайте я еще раз готов встретиться, переговорить насчет этой ситуации, да. 260-37-19, позвоните. По средам с 13 часов я провожу прием. Если подойдете, поговорим, подумаем еще, что можно сделать. Но работу ТСЖ, сразу говорю, контролирует государственная жилищная инспекция. Никто, ни администрации, никто. Это государственная жилищная инспекция Самарской области. Виктор Иванович, ну вот сейчас озвучила наша телезрительница факт, что у нас зима, простите, да, за окном, минусовые температуры. Как это возможно так, что дом отключили от отопления? Просто там котельная не справляется с тем объемом, который нужно подать на эти две секции. Она не способна на это. Там котлы есть, которые ремонтировали. Так, простите, изначально как же строили тогда этот дом? Да, нет, там ремонтировали эти котлы, но часть этих котлов, насколько я знаю, работает. Два всего лишь или три котла, но остальные не в рабочем состоянии. И они просто вот на грани работы, потому что, не дай бог, что случится, потухнет котел, и все останется в замороженном состоянии. Поэтому там надо принимать меры, естественно. И орган местного самоправления в первую очередь должен этим заниматься. Почему? Потому что это его обязанность организовать теплоснабжение в городском округе. Это его обязанность. Но еще раз говорю, я готов встретиться, поговорить, подумать что-то. Ну и помочь реальным людям, потому что жизнь, конечно, в муниципальных температурах несерьезна. Есть звонок от телезрителей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я бы спонят вам, погибалка 48. Да. Вот нас интересует такой вопрос. Сейчас новую компанию у нас, электрощит, выбирают недобросовестные девушки, которые три года не платили за квартиру, они объявляют себя советом дома. И теперь хотят принять еще денег в нас, жителей. Как я могу ей доверять, допустим, этому совету дома, которые три года не платили за квартиру? Да, есть такое, к сожалению, да, вот возглавляют, как обычно, бывает такое, к сожалению, что советы домов возглавляют такие вот недисциплинированные собственники, да. Но сразу же скажу, что вы выбирать должны управляющую компанию, и сейчас это действует с этого года, 50 плюс 1 голос от общего числа всех собственников. Если вы не хотите, чтобы эта управляющая компания пришла на ваш дом, голосуйте против. И вот если голосов против будет 50%, то эта управляющая компания в этот дом не зайдет. Поэтому это ваша тоже ответственность. Здесь надо быть очень внимательным, в том числе и по голосованию за совет дома, потому что он принимается большинством голосов. Если большинство собственников голосует и поддерживает эти кандидатуры, значит, они им нравятся. То, что не нравится вам, это не факт, что нравится другим. Да, поэтому здесь вы должны сами определять собственников на то, это общее собрание. Ну и постараться, конечно, это собрание собрать. Потому что действительно работа управляющей компанией очень важна, а работа добросовестной управляющей компанией важна. Ну вот сейчас много проводят собраний через электронную систему площадку ГИС ЖКХ. Очень удобно, особенно молодежь, да. Да. Спасибо, Виктор Иванович. Ну, я думаю, что подсказали вам, как справиться с проблемой вашей, и теперь подскажем очередному... Вы не до конца сказали. Она три года не платила. Она даже не собрала собрать и дома. Сама себя провозгласила советом дома, мол, что-то это сделала. Вот, Виктор Иванович, не оплачивается. Я понял, понял. Ну вы узнали какие-то... Мы вас поняли. Объективные причины есть, наверное, не оплата. Давайте так, давайте так. Если она не проводила, как вы говорите, общее собрание, но появился какой-то протокол, где она является председателем совета дома, любой из собственников имеет право обратиться в суд и признать этот протокол недействительным. Точка. Может быть, просто жительницы не было, Виктор Иванович, на этом собрании. Вот тогда суд скажет, этот протокол недействительным, все решения, которые приняты, недействительны. Все. Ну что же, спасибо большое. У нас прямо вот осталось буквально пару минут до конца разговора. Мы больше не сможем принимать ваши звонки. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами на связи. Но телефон ЖКХ «Контроль» вы сейчас видите на экранах, поэтому запишите, возьмите на заметку. В рабочее время, Виктор Иванович, всегда поможет. С 10 до 16, да. Ну, конечно, по мере силы возможности вопрос решить. Ну, а подводя итог к нашему сегодняшнему разговору, что бы хотели пожелать жителям города Самары, сейчас зима, вообще такой сезон начинается. Самый сложный момент сейчас начинается зима. Это территория, это снег, как всегда, неожиданно выпадает, да. Это сосульки, снег на крышах, отсутствие тепла. Поэтому я бы пожелал всем... Чистка придомовой территории, ее содержание в тему периоду. Поэтому я бы пожелал всем жителям Самары, в первую очередь, терпение. Поймите, и управляющие компании стараются делать. Да, есть недобросовестные управляющие компании, но в основном компании, которые стараются что-то делать. Но очень многое зависит от вас, собственников. Если вы будете инициативны, если вы будете помогать управляющей компании в этой работе, то тогда вот совместными усилиями вы можете навести порядок и в доме, и на придомовой территории. Поэтому удачи вам, терпения и всех благ. Да, Виктор Иванович, ну и, конечно, здесь вы очень важную вещь сказали, что жители сами должны быть активны и принимать участие непосредственно в жизни своего дома, в многоквартирном доме. Потому что, ну, конечно, действительно, если ты будешь отмахиваться и не принимать участие... Ну, вот если нету даже председателя Союза дома, что там может быть? Да ничего. Конечно. Поэтому самим быть активными, да. Ну, и если возникают проблемы, вы знаете, что можно обратиться всегда в... Да, естественно, в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова